Красавец мужчина, русский модник 18 века. Так называется выставка, которая откроется 17 июля в 14 часов в Государственном историческом музее Южного Урала. Выставка посвящена модным тенденциям того времени. Инициаторы говорят, что цель экспозиции показать старинные вещи не как странность, а как норму и обыденность. А сегодня организаторы выставки у нас в гостях и готовы рассказать подробнее о ретро-вернисаже. Наталья Виноградова, старший научный сотрудник Государственного исторического музея, автор и куратор выставки «Красавец мужчина». И Светлана Свяжина, специалист отдела региональных выставок Государственного исторического музея. Доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, почему именно 18 век? Что же примечательного в моде или в истории нашей страны так случилось? Почему именно 18? Ну, на самом деле, именно в 18 веке пришла в Россию мода. До этого мода не было. Ну, а во-вторых, по сравнению с современной модой, мужской, мода 18 века очень другая. Она яркая, нарядная и богатокарированная. Вы, Паша, на костюмы не видели. Вот. И именно сейчас очень актуальна эта тенденция, потому что на протяжении долгого времени мода стала темная, однотонная и мало украшений было. И поэтому сейчас дизайнеры обращаются к моде прошлого, в том числе 18 века. Ну, а может быть, какой-то самый необычный экспонат, который вам больше всего нравится, запомнился? Ну, у нас достаточно равнозначные экспонаты с точки зрения того, что они все были важны для образа мужчины, для образа модника. Но, по-моему, самая интересная и необычная вещь – это, как ни странно, бажмачная пряжка. Потому что в 18 веке именно мужские ноги считались самыми красивыми. Они женские, как сейчас можно подумать. И вот пряжки, они всячески выделяли ногу мужскую. А еще дополнительно, для того, чтобы мужская нога особенно красиво смотрелась, подкладывались дополнительные накладки, чтобы она была москулистая. Удивительное рядом. Слушайте, ну, это правда ли, что будут даже экспонаты, которые еще не выставлялись в Государственном музее? Да, действительно так. У челябинцев появилась уникальная возможность увидеть то, чего не видели даже москвичи и гости столицы. Потому что у нас огромный музей, и нет возможности выставить все. Когда эта выставка экспонировалась у нас в музее, она называлась «Красавец-мужчина» от XVIII века до XX, этот раздел не мог вместить в себя такое количество предметов. Потому что там было больше периодов. А здесь, поскольку мы все посвящаем XVIII веку, то здесь больше предметов, чем было на начале. Но мы ведь понимаем, что там не только одежда, но и аксессуары, вот как раз про пряжку мы говорили. Вот как раз-таки одежды там практически нет. Это выставка, которая посвящена, главным образом, украшениям и аксессуарам, потому что именно эти предметы были самыми ценными в образе мужчины. Так, вопрос от мужчины. Вот сейчас, смотрите, обычно говорят, да, вот как мужчины, вот в каком он статусе. Значит, часы, эти кто они, запонки, туфли. Что меняется? Поменялось что-то? Поменялось. Вот как раз пряжка. Машные пряжки, шатлены. Это такие цепочки, на которые крепились часы. Сами часы. А потом пуговицы. Вот. Причем пуговицы были тоже только практически мужским элементом гардероба. В женском гардеробе в XVIII веке пуговиц практически не было. И у мужчин они не выполняли функцию свою застегивать. Они были только декоративные. То есть, вот эти все аксессуары, они показывали статус человека. То, какое положение он занимает в обществе. И моде могли следовать вообще только аристократы. Ну, смотрите, там же еще будут представлены полотна и гравюры. Правильно я понимаю? А чьи это работают? Это работают мастеров французских, русских мастеров. Там изображены достаточно известные еще уголи. Например, Разумовский, граф Разумовский. Или Мусин Пушкин. Он был посланником в Англии и занимался, в общем-то, составлением коллекции Эрмитажа для Екатерины II. Но и был таким щеголем английским Дэнди, который уже вот как раз в самом конце 18 века появляется. Слушайте, ну мы понимаем, что эти экспонаты, ну, скажем так, бесценны? Бесценны. Или просто стоят очень дорого? Бесценны. Для нас они бесценны, конечно. Как их вы транспортируете, переводите, я не знаю. Это очень интересно. Какие-то машины специальные. Вот правда это вот? Обязательно. Охрана, вот это вот все. Обязательно, да. Человек с ружьем. Серьезно? Обязательно. Автомобиль, специализированный автомобиль с пневмоподвеской, с креплением, с климат-контролем. То есть эти предметы были упакованы в ящики. Специальные ящики. Специальные ящики. Под каждый предмет в поролоне вырезалась полость. Это все оборачивался в специальные материалы, в бумагу. Да. Она загружалась в фургон. Под наблюдением нескольких человек, специальных хранителей этих предметов. Да, еще сама упаковка. Это тоже интересный процесс, потому что этим могут заниматься только специалисты. У нас есть такие специалисты в Москве. Они приходят, замеряют сначала предмет, рассчитывают количество ящиков. Как разместить в ящиках эти предметы. Это такой творческий процесс. Спасибо вам огромное. Мне заранее визит. И за приглашение напомним, что у нас в гостях были Наталья Виноградова, старший научный сотрудник Государственного исторического музея, автор и куратор выставки «Красавец-мужчина». И Светлана Свяжина, специалист отдела региональных выставок Государственного исторического музея.